Для разговора с ребятами ветераны тыла и труда супруги Кочетова принесли альбом. В нем картина народного художника СССР Аркадия Пластова. Женщины, старики и дети, которые в годы войны заменили в поле сильных взрослых мужчин. Иван Миронович Кочетов сам мог стать героем одного из таких полотен, когда в 11 лет пошел работать, выполняя наказ ушедшего на фронт отца. И он мне сделал наказ. Ну смотри, сын. Ни в чем не отказывай. Все для фронта. Все. Весь труд, не считайся, что тебе тяжело и прочее. Он мне такой наказ дал, что я даже и силы не хватало, когда мешки таскал в звердом. Да не только. Ой, какие работы только мне не делали. Закалка военная. Привычка трудиться, заложенная с детства, пригодилась и в мирное время. 24 года отработал Иван Кочетов в акционерном обществе «Кимвод». И всю жизнь рядом с ним его жена. В этом году Кочетова отметили 50 лет супружеской жизни. Валентина Александровна – отличник народного образования, заслуженный учитель России. Когда я выбрала эту профессию, мне кажется, я ни на что другое не способна. Для меня, ребята, это буквально все. И встреча всякий раз – это, ну, во-первых, это и воспоминания. Я уже давно не работаю. И потом вот такое дожелание. Мне кажется, я сейчас пришла и провела любой урок. И супруги Кочетова провели такой урок для воспитанников школы-интерната номер 100. Урок мужества, верности друг другу, любви к семье и стране. Встречу с ветеранами в преддверии очередной годовщины Великой Победы организовали шефы, сотрудники Северо-Кузбасской энергетической компании. Я задавал вопросы, потому что мне было интересно, как люди жили в то время, чем они занимались, чем питались, было ли им сложно. Какие выводы приходится им делать, какие поступки у них, какой характер. А после урока истории – урок изобразительного искусства. Восемь юных художников одновременно писали портреты своих гостей. И у каждого свое видение того времени и его героев. И несмотря на то, что детей и ветеранов разделяют десятки лет разницы в возрасте, восприятие войны у них одинаковое, поэтому на рисунках много красного, цвета тревоги и крови. А значит, живой урок истории прошел не зря. Пусть только по картинкам знает молодое поколение, что такое лишение и труд военного времени. Алексей Поляков, Людмила Казаченко, Эдуард Артеев. Новости моего города.